всем привет друзья ну что очередной покатушки с лёхой в общем еду я как обычно через свой родной земли кранск где я вырос по этой дороге может с вами ездили еду я забираю свою супругу с парикмахерской вы попутно захотелось что-то нам съесть вкусный бургер а бургер у нас находится в старый но не старая в центре города короче говоря я вообще фанат бургеров напишите в комментарии как вы относитесь к бургерам вот и перепробовал у нас в риге наверно уже почти все бургерные ну по крайней мере очень много где я уже кушал его час еду бургерную которая мне нравится больше всего вкусней бургеров у нас в риге я не пробовал находится она на улице сырного сырного и называется бузы бургер вот собственно говоря мы туда с вами едем и попутно поговорим и еду вот через свой родной район где я вырос где прошли мои девяностые вот прям вот везде здесь что вы видите здесь мы и бегали здесь сплошная стройка была дорог не было не было вообще ничего не инфраструктуры вообще ничего не было когда переехали даже транспорт сюда никакой не ходил еще так что ходили там вот видите справа там только парк через этот парк надо было идти там на кольцо там куда троллейбус там вот старый земник ходил старый земник в основном ходил какой-то двенадцатый троллейбус девятнадцатый потом девятнадцатый уже продлились сюда наконец но в общем вот тут я и вырос и сейчас мы тут с вами проехали едем в центр как я сказал за бургер а вы пишите как вы любите бургеры часто их едите или стала стараетесь все-таки такую нашу привычную еду там кушать типа картошечку там с котлеткой в общем вы меня поняли ну и спасибо всем да посмотрели вчера видео про одиссей многие кстати заценили эту группу ну вот из тех ребят кто не знал те кто знали то одиссей те понятно и знали а вот кто не знал написали что блин да классная группа ну и вот сегодня кто следит в инстаграме всем ребятам было интересно я тут решил одну исполнительницу послушать или так скажем даже ты не исполнительница блин привычка здесь ехать видите знак 30 по рабочим а ты уже по рабочим здесь ездишь постоянно и у тебя привычка участок на 30 приезжать ну сегодня можно 50 ну и по привычке уже едешь по выходным на 30 вот в общем в инстаграме я решил я короче послушаться один проект классный такой и думаю блин а проект забытый вообще неизвестный думаю выложу-ка я выложу-ка я в историю вот мы сейчас старом земли калсе выложу-ка я в историю видео так сказать с песней и вот угадает народ или не угадает вот один человек только догадался угадал гри знаю кто это это проект солина канадский перед было у меня кассетка все верно проект солина классный евро дэнсовский альбом из канады в канаде вообще как бы умели делать до евро дэнсовскую ее там было ну не так много естественно в европе но вот тоже там она была популярна видимо в канаде вот такая музыка танцевальная как у нас в европе евро дэнс и вот проект солина очень классный один альбом по у него все был до один уже сегодня смотрел на дискоксе в очередной раз а появился ли дешевый или компакт диск может быть не нифига нету дешевых там все штуки 4 или 6 было короче говоря вот мы сейчас с вами налево мы ездили а сейчас мы с вами на стороной мост будем как из-под низа выезжать в общем нифига нету с доставкой в латвию это там порядка 60 баксов да ну нафиг я за такие деньги диски точно покупать я не буду это ерунда тем более что в интернете есть качественная фонограмма качественный рип так скажем да просто вас хоть на диск пиши хоть так слушай хоть еще и на кассету записывай но проект классный солина советую вам послушать альбом этот баден салпом альбом назывался сейчас могу ошибаться вот но мы с вами по городу рига сейчас выезжаем на макусальский круг сам ожиренный круг и смотрите вот дети здесь пытается перейти дорогу а потому что переход вот мы там уже проехали туда им лень переть они прямо здесь но очень опасно здесь машины носятся три ряда поставил ведь как фура выезжает по барабану что меня хоть как пропустить должна ей пофигу пушки вообще есть такие козлы он едет и вообще пофиг на все блин вот он будет как едет так и есть вообще все равно есть там рядом машину нету уже много раз такое замечал что просто ну вот мы по низу проехали а сейчас будем выезжать уже на сам мост на мужчина на улицу сырнул у нас там перерыли весь центр строя ту рейл балтику утром вообще все автобусы стоят люди жалуются не могут доехать до работы потому что транспорт настолько перерыты что транспорт дороги что перерыты что транспорт идти не может в общем жалуются люди что кошмар вот я сейчас попробую там где-то нырнуть вынырнуть сейчас на цырнул и под зырнул уже проехать я надеюсь я вот так как и у меня в мыслях ехать так вот не будет ничего перекрыто да посмотрим сейчас сейчас радарчик 70 скорость хорошо что передо мной не едут на 60 у нас если обычно едут 90 здесь видят радар сразу сбрасывают до 60 блин это жутко раздражает просто швак едет на 70 в общем решил за одной вам чуть снять у нас сегодня висит такая погодка более-менее солнышко машина 9 градусов за бортом ну нормально нормально в осенненькую весенне-осенние куртки так сказать уже без шапки в кепке но на следующей неделе у нас опять обещают супер в кавычках конечно же погоду обещают ночью аж там до минус 2 3 какой-то снег блин так не хочется этого всего же ну вот днем обещают там плюс 2 видимо это все будет дает что будет идти ну там пару дней может быть три дня не знаю в общем посмотрим надеюсь надеюсь блин уже апрель уже часы перевели кстати перевод блин как честно задолбал этот перевод часов я вообще не понимаю зачем это вот организм уже настроился тебя на одно время там да на зимнее ты переходишь на летнее потом организм уже все настраивается на летнее время ты переходишь на зимнее и все ты не можете организм уже нас ну блин зачем это нам здесь в летнее время сейчас ну и пускай оно будет это летнее время да я Я там вижу уже кучу щитов с объездами. Блин, я надеюсь, что вот туда, куда мне надо, там не перекопано. Потому что если перекопано, я сейчас буду тут крутить кругами. Я заказ-то бургеров уже сделал. Сейчас смотрю просто на дорогу, могу отвлекаться. Но если что, вы со мной посмотрите. Мне вот сейчас надо бы свернуть как раз-таки там что у нас? Как вот эта машина? А они все тут едут, тут объезжают. Да, тут все перекрыто, ладно, я тоже сюда пойду. Ну, капец. Но вот так нельзя одновременно, знаете, ребята, перекрыть весь город. Я понимаю, что дороги надо ремонтировать, там что-то строить надо. Но нельзя одновременно закрыть полгорода. Сегодня воскресенье, окей, как бы, да. Ну, на работу людям не надо. Нету такого аврального что-то. Здесь у нас опять брусчатка. Сейчас мы сядем центральный уровень, поезжаем. Ну, вообще, вот в рабочий день, ну, это же кошмар. Так, а вот мне бы сейчас, конечно, это Пушкина. Ох, ребята, что-то я перепутал, где, по-моему, надо развернуться. Что-то я запутался здесь. Так, ладно, нет, не туда я поехал, надо было в другую сторону. Перепутал улицу. Ну, бывает. Мне как раз-таки сюда надо было. А мне вообще туда не надо было. Не сюда надо было. Ха-ха, вот так вот рижанин запутался в улице. Ну, ничего страшного. Так, дороги у нас, ребята, сейчас вообще просто кошмарные. Как бесит меня наш мэр. Просто жутко. Знаете, вот снег сошел и асфальт сошел. Вместе со снегом. И вот никто вот эти ямы, блин, не заделывает. Как это разражает. Ты просто едешь, долбаешь свою машину, еще будешь. Ну, ничего, вот смотрите. Видите, районы старые московского форштадта. Начало центрального вот такого райончика старого. Вот там направо он туда начинается. Вот такой бандитский, кстати, райончик здесь. В 90-е здесь вообще лучше было не шляться. Без денег точно мог остаться запросто. Главное, чтобы дальше Цырново было открыто. Потому что мне как бы сейчас выехать. Я сейчас уже на Цырново. И мне как бы вот туда так левее. Вот куда серая машина поехала, если вы видите, мне туда. Для Рижан, кстати, скажу. Кто смотрит из Риги и не знает Бузе Бургер, советую там попробовать бургеры. Но вкусней, по крайней мере, я в Риге не пробовал еще. Она очень мне нравится. Так, сети Би, ты знаешь, ты меня пропускаешь? Это каршеринговая машина. И на эти вот каршеринговые машины иногда садятся такие водители, которые, видимо, только сдали на права и ездят весьма сомнительно. И с ними надо быть очень осторожным. Потому что иногда так выезду дают. И ты же думаешь, блин, ну вот. Ну вы поняли. Вот едем с вами. Вот, видите, тут стройка тоже везде все перекрыто. И с той стороны, и с этой. Блин, это просто сейчас по центру ездить, это просто кошмар. И самый прикол, что мне, блин, три раза ребенка возить через центр, да, через центр в центр, на тренировки. Блин, и вот завтра рабочий день. И это просто, я представляю, как я буду добираться. Вон, видите, справа-слева тут пойдет новая ветка железнодорожных путей. Весь вокзал вообще перестраивают. Там сносят. Это кошмар. Ну, вроде все. Вот дальше уже пробки быть не должно. И мы сейчас с вами просто поедем, прокатимся. А это такой, знаете, ближний центр, я бы сказал. Улица Цырна. То есть, вот если говорить, магазин ностальгия. Мать, она там вправо вот сейчас, там правее, там уже дальний центр. А это вот такой ближний центр, мы сейчас заедем, проедем через весь ближний центр и очутимся в таком уже дальнем, типа, тихий центр. Балтышский Клус Асцентр, да. Вот. Ну, вот, заодно посмотрите. Видите, сегодня вообще улицы пустые, воскресенье. Ну, так, в принципе, всегда. И то вот этот перекрытый, и дороги мешают нормально, да, ездить по городу. Здесь обычно вообще вот эта улица стоит, вот этот отрезок. Но сегодня нормально, все нормально. Сегодня машин мало, воскресенье. Но в воскресенье, как когда-то, когда я, помню, учился, сдавал на права, мой инструктор говорил, по воскресеньям машин мало, но высовываются все неадекваты, и кто ездить не умеет. Ну, знаете, мало опыта по воскресеньям, ну, типа, машин мало, поездить самое то. Ну, на самом деле, блин, вот так и есть. Машин мало, а такие иногда встречаются. Индивидуумы, которые, наверное, реально раз в второй там сели за руль и едут. Вот, мы сейчас переезжаем с вами одну из основных улиц Рига. Видите, трамвайные рельсы сейчас будем отбежать. Это крыженбар на улице, мы с вами по ней как-то катаемся. И едем по Цирну дальше. Сейчас будет улица, какая сейчас будет улица. О, господи, ребята, ну, что-то с памятью делать надо. А, сейчас улица Тербатас. Такая маленькая улочка ее хотели. И хотят, помню, до сих пор все у нас сделать пешеходный исключительно. Я против этого, потому что там ходить реально, ну, действительно, то есть, как ни крути, там хватает тротуаров. Всю жизнь ходили. В 90-х, да, в Риге народу было дофига. Там у нас сейчас, ну, вот эта улица Тербатас, мы ее переезжаем. Здесь вас немного потрясет, тут брусчаточка у нас. У нас любят брусчаточку. И сейчас мы подъезжаем к улице, к улице Бривибас, улица Свобода. Это главная центральная улица города Риги. Вот, сейчас тут перед светофором мы сейчас, ну, вроде как, проскакиваем, да, проскакиваем. Да, нам не хотят стоять. Вот, улицу Бривибас мы пересекли. Едем дальше. И дальше у нас, ребята, опять брусчатка. Да что ж такое, нас опять будет трясти. Ну, а вы пока можете так посматривать на дома. Может быть, кто-то раньше здесь жил. Кому-то будет приятно вспомнить эти места, кто здесь не бывает. Вот, кстати, здесь слева такое коричневое здание, вот оно сейчас открывается, видите, высокое, коричневое, слева, да. Это вот раньше в советское время была поликлиника, там моя мама работала, а я там мелкий, вот в том здании, да, вот в том, а не видал. Короче, ладно, за рулем не будем прыгать. Вот здание, короче, короче, слева. Была поликлиника, там моя мама работала. Меня туда тоже брали, там, ну, вот негде было меня, видимо, оставить. Брали меня тоже вот туда сидел. Я там очень многое, короче говоря, там времени проводил. Ну, поскольку нам работал. А сейчас мы Крышенвалдемары пересекли, да. И дальше едем по Дзирнову. И дальше, ребята, опять вас трясет. Вот, брусчатка. Ну, тут хотя бы, ну, достаточно медленно едем. Вот, 20 км в час сейчас скорость. И мы уже почти, почти, еще мы и Крыши в машине тут сейчас начали прибежать. Вообще классно. Выезжаешь? Давай, я тебя выпущу. Вот. Уже почти приехали в Вузы Бургер. Сегодня у нас паркинг бесплатный, воскресенье. И, естественно, паркинг достаточно забит. Я надеюсь, что возле Бургерной пусть тут места. Да, очень на это сильно надеюсь. Там бы запарковаться, потому что мне надо за заказиком спать. То есть, еще я могу как-то сюда вывернуть. Смотрю вообще плотненько. Ладно. Вот мы уже, кстати, в тихом центре находимся, да. И вот сейчас надо где-то здесь запарковаться. И вот здесь, вот, 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 Бузы Бургер. Вот мы прям приехали, прямо здесь место. Отлично, отлично. Вон он, Бузы Бургер. Мы прямо здесь даже запаркуемся. Вот прям сюда. Я так заеду. Вот тут доставщик тоже кто-то заказал, видимо, с доставкой. Он стоит возле Бузы Бургера. Ждет, ждет свой заказ, чтобы отвезти его счастливым, так сказать, поедателем бургеров. А я, как счастливый поедатель бургера, я заберу сам. Но мне, по-моему, еще уведомление не приходило о готовности заказа. Она в 29 минут даже должен быть готов. Все, все, не пищи. Я уже все запарковался. Он пищать начинает, марктроники. Ой, куда ты едешь? Вот, я, как бы, сам заказал, сам приехал, сам забрал. В 29 минут вроде как заказ должен быть готов. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас я сниму телефон со штатила. Да, и попробую вам это все показать. Вот, смотрите, вот такие вот тут домики. Вот такое вот у нас небо сегодня. Оп, случайно нажал на поставить блок, и, естественно, съемка прекратилась. В итоге старые дома, не отреставрированные, стоят, вид города портят ужасно. Видите, вот там такая булыжная брусчатка. Здесь такая уже на тротуаре современная. И вот он, Бузы Бургер, Рижани, Дзирнову 31. Кто в Риге живет, сюда зайдите. Цены здесь, ну, достаточно высокие, я бы сказал. Ну, такие, как высокие, наверное, обычные уже цены. Вот, да. Но я вам советую, если вы любите бургеры, то попробовать я вам советую. Кстати, вот, посмотрите, покажу вам цены на парковку. Да, сейчас приближим. Вот, смотрите, у нас город поделен на зону. Чем ближе к Старой Риге, тем дороже. Это зона Б, самая дорогая зона А. И вот первый час стоит 2 евро. И каждый следующий час 2,50 евро стоит здесь парковка. И минимальная плата 50 центов. Ну, то есть, если ты врубил, оставил хоть там, ну, 50 центов, с тебя спишут. Вот, все это делается у нас парковка, можешь в автомате, можешь через мобильное приложение, вот, платить. Я это делаю через мобильное приложение. Там через мобильное приложение можно все, билеты купить на электричку, билеты купить на общественный транспорт. Короче говоря, удобно. Мойку оплатить можно автомобильную, там, в определенную, да, тоже с помощью этого приложения. Ну, в общем, сделано зачетно. Ребята, ну, я надеюсь, вам не надоело еще меня слушать. Я сейчас вырублюсь, посмотрю, не пришло ли мне оповещение о готовности заказа. Ну, если я включусь, то включусь. А если нет, ребята, ну, что, тогда пока желаю вам всем приятного аппетита, да, и легкой рабочей недели. Ну, а если я еще включусь, то мы еще с вами поговорим. Ну, что, ребята, я все-таки включился, я уже оттуда отъехал. Собственно говоря, чего включился-то? Надо же вам бургер-то показать все-таки. Поэтому смотрите, какой зачетный, смачный бургер, такой дабл, да. Так что, рижане, мотайте на ус. Улица Дзирнову, Бузе-бургер, идите все туда. Вот, видите, здесь даже название написано. Бузе-бургер, дабл смеш я себе взял. Все, всем приятного аппетита, и теперь точно всем пока.